здравствуйте меня зовут эра ливанчук я живу в деревне у нас на улице минус 35 в калининграде плюс 6 буду теперь всегда там гать вот вытащила петрушку василисе она сразу же в кол заледенела в кол сразу же моментально теплой воды принесла все осыпается конечно солнце у нас это хорошо мороз по моему сегодня последний была целая неделя таких морозов салтая пишет у них 40 было так что у меня тут все на обогревателе все леденела рука уже не ожидали мы морозов вот видите как обогреватель здесь включены все равно вода заледенела так это мне ведь и нападала у этих слава богу тепло потому что мы поставили таймер на 25 градусов на 25 конечно тут нет это сто процентов я яйца прям теплые слава богу ну дай бог 0 есть может быть 0 из у края вообще замерзает вода очень надеюсь что последний правильно ничего в такие морозы не стись не надо а то я не успею забрать яйца покопить покопить куда пошли 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 идите домой мало места что ли гулять куда пошли вот она белая все иди давай мне надо воды налить быстрее давай 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 молодец вот заставляет меня побегать все хорошо последний мороз потерпите чуть-чуть как хорошо у нас здесь вход в помещении находится это комбикорм это пшеница это василисе вот такой вот овес мелкий с гречкой и по моему тут теме льна еще есть и вот такую кукурузу еще не добавляют ковшичком сыплю так сверху просто ой какое холодное зерно так сразу ведро цеплю ковшик пшеницы ковшик и все а ничего не мешает тому что попадет потом високосные муки сверху немножко и все все дела ведерко несу курятник вот так я быстро поправляюсь моментально пять минут и все и то это ведро конечно естественно не каждый день кур у меня сейчас мало и на несколько дней хватает вот так вот я бля тут еще для в моргушке обрезь вадим ее заворачивают мы покупаем делим на на эти на части чтобы удобно было в полиэтилен сначала мешочки клали мешочки пристывают и конечно и конечно с и полиэтиленом не дай бог попадется поэтому бумага если маленько останется ничего страшного на мясе пошла без ведра пошла без ведра это вот пашина с левой стороны пашина нет немножко раньше был поворот вот где кольцевая дорога там была на пашина дорога а здесь вот это все будет застраиваться постепенно многоэтажками здесь как город продлят можно сказать это будет калининский район или дежинский калининский район а мы едем здесь уже к мочище где-то подъезжаем мы едем в мочище в магазин домов правильно как аляска здесь весной красиво храм да это уже мочище там кстати какая-то чудодейственная икона или что говорят если 10 дней подряд ездить жизнь круто изменится храм такой солидный красивый конечно а вообще сколько здесь народу живет мочище не знаешь так это говорят тут аэродром есть прыгать с парашютами видите вы этих парашютистов здесь ежегодно проходит авиашоу много тысяч народу собирает этом до 10 по моему тысяч приезжает здесь в день проведения авиашоу прям не проехать не пройти пробки дикий и электричка дополнительно потому что очень много народ куда едет мы когда первый раз еще не доезжаем мочище машину оставляли пешком ходили на второй раз мы уже заранее приезжали с палатками ночевали в поле чтобы попасть к началу как центр центр поселка даже я потом поищу картинку вставлю чтобы вам получше рассмотреть какой-то торговый центр прям вот здесь станция мочище но мы в целом поселок и посмотреть просто в пару планировок зайти там одноэтажный двухэтажный вот мы заехали в этот магазин домов сейчас мы пройдемся покажем вот это будет магазин сказали это охрана шлагбаум с этой стороны так это отдел продаж так вот так можно с этой вот с этой стороны хотя бы не нету солнце так это александра вы ее уже знаете расскажи мы уже говорили магазин домов мы обещали вам показать здесь одновременно было реализовано за полгода 27 проектов сейчас это уже гораздо больше домов процессе строительства готовых домов некоторые из них с вами зайдем посмотрим все сейчас пройдемся просто покажем двухэтажные вторым светом по цене мы скажем попозже или презентацию сценами с с домами или могу написать сколько стоит а участки сколько примерно сотки 4 до участки по левую сторону здесь в первую очередь по 4 сотки 2 6 8 здесь больше дома сразу видно но не все а гаражей здесь нет 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 есть вот уже встроенный гараж это смотря какой проект проект наиболее популярный были 27 они выбрали из своих опыта выбрали 27 поставили а вот вдаль вот это вот двухэтажное здание это здание детского сада что обратите внимание что никаких проводов нет газовые трубы электричество все под землей я только сейчас обратила внимание действительно смотрите просто голубое небо и березки красиво летом перед каждым домом газончик вот этот вот заборчиком впереди сзади можно свой забор устанавливать кому как нравится просто центральная улица в едином стиле одинаковые заборчики здесь ограничение по цвету крыши если вы будете свой проект заказывать цвет крыши должен быть график обязательно ну и вот в принципе цвета домов вы увидите дальше вот это электрические счетчики да здесь или что это подстанция подстанция такая да да она просто она наверное дома идет одна и чуть-чуть прошли сейчас зайдем в пятый дом где гараж вот продала я свою гибиску с картинку вам поставлю какой он был муж его упаковали и вот эту клевию которая за 600 рублей за тысячу тоже стрелку кстати выпустила могу его даже можно за полтора тысячу выставить тот который так что вот потихонечку на мои растения находят новых хозяев зацветет прям завтра послезавтра вот это вот я решила задарить девушки за две покупочки смотрите что у меня тут делается я разместила объявление продажи семян в группе говорю пора сеять перцы и там и томаты разместила и все и все и чё вы думаете ко мне тут пришел сейчас народ три человека я им собирала ему пришлось сюда все вынести конечно они еще на кого-то еще на кого-то общем на понабрали понабрали семян у меня он лягушек кормлю здесь я лягушек прикормливаю денежные ты знаете денежные да знаете что вот так надо так что семена можно заказать 50 рублей пачка семян собираю у меня а такой чемоданчик вы видите впервые да я все вам его хотела показать вот такой чемоданчик у меня есть он еще не полный здесь у меня я насыпала те которых не которые не расфасованные решила больше не фасовать смотрите или сколько места занимает вот это или сколько места вот это занимает туда можно просто подписанные штучки и пустые пакетики и все вот сейчас даже вот меня что не было расфасована я быстренько раз-раз насыпала и продала и это недолго но вот это вот такое хозяйство представляете где хранить нет фасовать заранее больше не буду или хотя бы вот так у сейчас свяжу и куда-нибудь в коробку положу перцы у меня а а перцы вообще вот у меня тут хранятся все вот перцы расфасованы вот в этом пакетике тоже удобно но все просто по вытаскивала сейчас буду складывать обратно хотя у меня там два заказа еще есть вот какой может быть еще один такой купить на на зоне купила такой аккуратный маленький легенький прелесть чемоданчик такой очень доволен что я купила очень видите как общепала салатики а с той стороны наросло сейчас я разверну и будет наоборот это будет отрастать а то буду кушать и у меня еще была микрозелень и вот горох остался немножко и остальное все съели кстати говоря можно не подсвечивать я считаю что не обязательно подсвечивать уже дни длинные и так отрастет о какая красота здесь у меня горошек по моему засох что-то поливать надо поливать не забывайте вот смотрите так темно конечно потому что напротив окна но можно и без без ламп у кого нет ламп у меня хорошая конечно здесь она мотает энергией электроэнергии мотает столько но можно без лампы нормально уже сегодня у меня вот это на обед и стакан компота еще своих яблочек без сахара естественно ну вот что тут гречка с печенью это салатик вот который еще оставался квашеным и квасили такую капусту красную с белой вместе с морковкой и и это хлебцы капуста с таким маслом эти семечки кстати я добавляю в кашу утром это в ленте вот это вот полкилограмма очищенных семечек стоит всего 99 рублей но по акции и мои баночки тоже и конечно использую ну и все компот я пью сначала а потом кушаю потому что это самая правильная правильный прием жидкости во время обеда ну все приятного аппетита стало чуть-чуть потеплее сейчас три часа дня я выпустила василиса она неделю не гуляла солнышко такое пусть немножко хапнет лучей кору погрызет венчик ей там черемуху вы положила ну вот увидела еще не будет есть нет ест все хорошо ну вот отойти не хотела копыты я ей каждый месяц постригаю так как гуляет мало вообще не снашиваются копыты и заворачиваются вот последний дай бог морозы тоже достанет немножко погрызет пойду к курочкам еще схожу немножко поднялось на мило один раз а потом же дожди у нас были опустилась опять макушки могут отмерзнуть у малины хотя малина вряд ли отмерзнет вот яблони вон там вся торчит на улице вот а Вадим делал вот для этой яблони делали второй этаж я говорю а зачем второй этаж оно не затронет и оно не имеет смысла никакого второй этаж этот никак не повлияет вот так вот у нас солнышко такое ежевика наверно замерзнет ну не знаю вот это вот луна представляете три часа дня вот вам видно ее наверно вам не видно может видно прям по центру сделала представляете луна нога наверно замерзла или в ими мерзнет что она ногой так делает это проверить а чё там она наступить ни на что не могла что-то нога болит мерзнет наверное посмотрю сейчас сколько градусов показывает по одним источником 27 по другим 22 градусов что там у тебя с ножкой что с ножкой у тебя а так интересно у них и мася такая же была вот у них подбородок они этим подбородок все что хочешь могут себе наклонить как им надо все зажать наклонить пододвинуть да оси мая ой ты моя 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 привязала ух она моя моя побежали вот она побежали я поверну ха-ха-ха ты какая холостка моя холостка и зёбка моя зёбка как она радуется молодец моя молодец радуется молодец молодец какая ух она вот и меня порадовала настроением своим хорошим вот домичка маленькая стала запуститься наверное скоро нравится нравится что ты так испугалась я тебе занесу пока хочешь погуляй пока погуляй а я занесу и всё не не гуляй гуляй пять минут пожалуйста пять минут ещё погуляй пять минут куда пошла губы 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 примерзнут будут у тебя как у модницы опухшие губы сейчас приморозишь губёшки своих деревяшки будут будут модные губы да я тебе сейчас картинку поставлю у меня есть такая картинка где коза с модными губами с накачанными побежали ой это моя моя это она со мной гуляет играет со мной играет такая молодец такая беги беги ну-ка беги туда беги ты моя и главное не выдается ничего ну-ка беги беги ещё раз молодец пробежка а я пошла пошла да а я пошла в сарай а я пошла в сарай Всё, не хочет больше бежать-ка. Василиса! Пошла разбираться. Думаю, уже бежит. Пусть она тут погрызёт её. Вот она пришла. Не ходи, не лезь, я туда. Поймала я её. Беги, гулять. Гулять иди, беги. Побежали гулять. Давай бегом, бегом, бегом. Бегом, бегом. Да не смотри ты на неё. Не бойся ты её. Ух ты, водачка моя. Пусть не езжали. Вот она, моя-моя-моя. Моя, коза. Моя, попрыглушивая. Вот она, моя-моя. Что? Пойдём? Ну, пошли, ладно. Домой, давай. Давай-давай. Заходи. Заходи. Вот она. Да что такое? Ты где там? Заблудилась. Заходи к себе. А то у меня рука сейчас уже отвалится. Заходи. У меня уже рука замёрзла. Давай-давай-давай-давай. Молодец, умничка. Вот и всё. Сняли мы тебя. Как ты у нас погуляла. Умничка моя. Хорошая девочка. Правильно гуляет. Ну, погуляли-то всего. Ничего. Моё холосое. Хорошая яйца. Мяночка. Хорошая. Хочу вам похвалиться. Посмотрите, какое красивое яйцо сегодня снесла курочка. Хочу вам историю этих яиц ещё раз рассказать. Вот у меня мараны. Я их скрестила с амируканами. С амируканами. Это 17 яйцо. Подписываю ей. И курочка. Родилась курочка от этого, которая несла вот такие яйца. Потом я эту курочку скрестила опять с мараном. И она начала нести вот такие яйца. И такое. Это всё. Вот одна семейка у меня. Три курочки у меня. Которые несут. Ну, они... Вот эта вот курочка, которая вот это прям фиолетовое яйцо снесла, она несёт и тёмненькие тоже. И такие несёт яйца, и такие разные. Но вот сегодня я вот не знаю, что с ним делать с этим яйцом. Мне его жалко съесть. Мне его, ну, на инкубацию тоже, ну, не знаю. Вот что с ним делать, не знаю. Не знаю. И петуха у этих курочек уже нету сейчас. Вот просто похвалюсь всем. Похвальбушки такие сделаю. И всё. Кому? Показать его, какое оно красивое. Оно просто необыкновенное. Необыкновенное яйцо. Ну и всё. Кому понравилось моё сегодняшнее видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями, пишите всякие разные комментарии и заходите почаще в гости. Пока-пока. Показываю. Продолжение следует...